В центре внимания внешнеполитическая ситуация и курс развития Беларуси. В Гродницком аграрном университете прошла диалоговая площадка. Открытый разговор, современный мир, время возможностей и испытаний. Такие встречи со студентами уже традиция, которая помогает поддерживать прямое и честное общение представителей органов власти с молодежью. Правила эти диалоги касаются злободневных тем. Внешнеполитической и экономической ситуации, происшествий в мире, курс развития Беларуси. Молодому поколению интересно все, и свои вопросы они задают напрямую. К примеру, студентов и преподавателей аграрного вуза интересовали проблемы мировой экологии и этапы развития дела о геноциде белорусского народа. Здорово, что мы вкладываем силы, душу, все свои возможности в сохранение наших традиций, в сохранении нашей истории, в сохранении нашего генетического кода. Что такое наш генетический код? Это справедливость, это ответственность, это уважение, это помощь слабому. И вот очень хочется, чтобы молодежь это пронесла через всю свою жизнь. Любовь к родине, уважение к тому, что сделали предыдущие поколения, и уважение, и ответственность к тому, что предстоит сделать им. В рамках открытого диалога молодежь аграрного университета также внесла свой вклад в развитие проекта «Оживая память благодарных поколений». Представителям благотворительного фонда Алексея Талая вуз передал монеты, которые собирали студенты и преподаватели. Все это пойдет в общее дело. Сбор монеток стартовал с 2022 года, так как 2 июля 2022 года был установлен первый памятный знак в Минске. Второй памятный знак будет установлен чуть позже в Бресте, планируется в 2024 году. Сейчас данный сбор монеток старт накануне Дня народного единства Республики Беларусь. И дальнейший памятный знак будет установлен в Москве в 2025 году, к дню Великая Победа, к 80-летию, 9 мая.